Дон Жуан Мольера Просто пьеса – это клад, говорит режиссер Аркадий Кац. Фарс, который несет глубокую философскую мысль о человеческой свободе. Репетирует прославленный режиссер в театре «Оса» и признается, не ожидал, что будет так интересно работать с актерами этого театра. Они настоящие подвижники, говорит Аркадий Кац. А ведь театральное искусство переживает не лучшие дни, слишком много развлекательных постановок. А здесь репертуар серьезный, потому и работу в этом театре очень ценю, говорит режиссер. Вы знаете, что трагедия напрочь покинула подмостки наших театральных зданий? Почему? И почему так много нас развлекают? Ничего нет более страшного для человека, когда его насильно смешат, когда его насильно развлекают. Он не за этим ходит в театр. Во всяком случае, он не для этого должен ходить в театр. А его приучают к этому, если уже не приучили. Это худо, это плохо. И театр должен выстоять в этом. Аркадий Кац переехал из Риги в Москву в конце 80-х. С тех пор в Латвии бывало редко. Теперь это другой город, другая страна, говорит режиссер. И изменений, конечно, много. Вы знаете, было больше народа. Было огромное количество приезжих. И тут всегда, вот в этом городе, он и так был миллионным практически. Там еще было огромное количество приезжих. Сейчас бросается в глаза пустота улиц. И когда много лет пропускаешь, немного, чуть-чуть, ты начинаешь думать, почему так мало людей. Это есть такое ощущение. В России много говорят о проблеме латышского и русского языков в Латвии, рассказывает режиссер. Аркадий Кац признается, волновался, когда его в 2004 году пригласили в Латвийский национальный театр ставить Островского. Думал, а как же я сейчас буду вести? Без переводчика же мне наверняка будет трудно. Вот поверьте мне, молодежь от национального театра говорит нехорошо. Она говорит прекрасно по-русски. Практически все. Ну, просто они рассказывают прекрасные анекдоты. Говорят с полным пониманием. А некоторые говорят даже без малейшего акцента. Они могут совершенно свободно работать на двух языках. Поэтому, мне кажется, проблема чуть-чуть надуманная. Просто люди должны чуть-чуть как-то, ну, о чем-то договариваться. С Рижским русским театром связи не теряю, говорит Аркадий Кац. Стараюсь заходить, когда бываю в Риге. И бывшие коллеги всегда желанные гости у режиссера в Москве. Я настолько, так сказать, интересно сейчас работаю, что такой у меня ностальгии по театру нет. Чтобы театр бросил, вернулся, поставил спектакль. Но говорю вам действительно правду. Рижский театр русской драмы – главная часть моей жизни. Я уже 25 лет в Москве. И все равно для меня Рижский театр русской драмы – это лучший период в моей жизни. Это мои товарищи, это был очень хороший театр. И поэтому не ностальгия здесь, а это просто часть моей жизни, я еще раз говорю, может быть, самая важная. Аркадий Кац признается, он благодарен Риге и Рижскому русскому театру. Ведь благодаря работе в Латвии он заработал свое имя. Полная версия интервью с Аркадием Кацем будет доступна на портале ЛСМЛВ. Галина Сладовник, Данис Лацис, Латвийское телевидение.